МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Украине начинает работу новое правительство. Правда, новое оно только наполовину. Но Владимир Гройсман не теряет надежды и повторяет мантру о проведении реформ, возрождении национальной экономики и борьбе с коррупцией. Но остались ли шансы? Промышленность разрушена, а коррупция тотальна. Больше того, Владимир Гройсман известен как сторонник полного разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Изменится ли его риторика на фоне голландского референдума, который уже прозвучал как приговор, ободряющие слова европейских чиновников, звучат как формула вежливости. В общем, в чем будут состоять реформы? Остановит ли новый Кабмин политический кризис? И справится ли с пожаром в экономике? Потому что альтернатива – это распад страны. Поговорим с нашими экспертами. Начинаем с сюжета Юлии Сиферинкиной. Новый акт украинской премьериады как-то удивительно быстро стал похож на аукцион, где с молотка должно было уйти опустевшее кресло премьер-министра. И претендовал-то на это сокровище вроде бы всего один человек. Но все так боялись продешевить, что чуть не спугнули и его. Владимир Гройсман за два дня три лет отказался от должности. Хотя сразу после заявления Юлии Суника об отставке вроде бы был полон энтузиазма. Если будет поддержка коалиции относительно моей кандидатуры с предложениями, которые я внес и мы обсуждаем по конкретным кандидатам на те или иные позиции в министерство, это правительство будет эффективным. Надо сейчас в большей степени говорить о собственной готовности брать на себя ответственность и обеспечивать поддержку таких необходимых решений. А за мной не заживеет. Я умею работать 24 часа в сутки. И не один раз это доказывал. Как выяснилось, торговался будущий премьер не за одно кресло, а сразу за несколько. Гройсман рассчитывал отдать ключевые посты Кабмина своим соратникам из Винницкого горосполкома. Но у Порошенко оказались другие планы. Он видел в правительстве заместителя главы своей администрации Виталия Ковальчука и губернатора Харьковской области Игоря Райнина. Закулисное противостояние зашло так далеко, что президент пригрозил вообще разогнать парламент, если кабинет министров не будет сформирован до конца недели. В результате напуганные депутаты не стали расходиться по домам. Портфели пытались доделить уже ночью. Под окнами рады на Банковой, в надежде узнать хоть что-то, дежурили журналисты. Но главные герои этого фарса, похоже, не слишком торопились закончить торги. То и дело выходили проветриться на балкон. Вчера, в День космонавтики, собирался организовывать агентство поиска инопланетного разума, потому что здесь его явно нет. Но в полночь признаки ума посетили и наши холмы. Кандидат в премьеры и состав правительства согласованы. Спокойной ночи. Авторы этого комментария, депутата Юрия Луценко, тоже видели на том самом балконе. О чем он шептался с украинским президентом, неизвестно. Но сейчас его называют единственным кандидатом на пост генерального прокурора страны. Гройсман же в итоге вроде как выиграл битву за ключевые министерские посты. Если, конечно, вся эта эпопея не была хорошо срежиссированным спектаклем, чтобы доказать всем, и собственному народу, и западным кураторам, мол, спикер Рады абсолютно самостоятельная политическая фигура, а не тень Порошенко, как многие считают. Спектакль удался на славу. Кажется, даже украинские аналитики поверили. Гройсман не марионетка. Я думаю, он всем покажет, что он не марионетка. И многие еще не подозревают, какие скрытые политические таланты есть в этом человеке. Вот только назвать кабинет Гройсмана абсолютно новым нельзя. Из правительства Юценюка в нем остались 11 человек. Некоторые даже получили должности повыше. Впрочем, новый премьер тоже вроде бы не в накладе. И кресло выторговал, и своих земляков из Винницы пристроил. Я приветствую наших уважаемых экспертов в фетербургской студии, в московской студии. С нами будут эксперты из США и из Украины. Александр Гурнов и Винни Тарло приветствую вас в Москве. Александр Борисович, согласитесь, все-таки переговоры были чрезвычайно долгими, напряженными. Почему так долго торговались? Уже понятно? Ну, понятно по результатам переговоров. Я думаю, что главная причина, да, это видно из результатов, что все-то думали, что Гройсман это ставленник Порошенко, что он такая марионетка, что он такой технический человек, который сейчас поставят и все. А Яценюк, значит, там с Порошенко все порешают. А на самом деле нет. У меня остается ощущение, что уже в момент переговоров все-таки Гройсман выступил как самостоятельный политик, как человек, у которого есть свои интересы, свои амбиции, у которого есть свои люди, свои какие-то планы на жизнь. И мне кажется, именно поэтому это и заняло больше времени, чем ожидалось. Причем, если вы помните, в нашей своей последней программе, когда мы обсуждали как раз отставку и ценника, он же Гройсман вообще заявил, что я отказываюсь быть премьером, да? Вот в этой связи, Александр Борисович, в этой связи... Он сыграл свою игру. У меня у подозрительный, да, такой вопрос. Да, он вообще действительно о чем-то торговался, и мы понимаем, да, что он торговал. И это был такой спектакль, да, посмотрите на меня. Я не то, что вы подумали, я, так сказать, независим, самостоятельен, и у меня есть собственные идеи, на которых, на реализации которых я буду настаивать. Ну, любой политический торг, это, в общем, спектакль, потому что ведь на самом деле... Потому что, вы смотрите, потому что есть, когда торгуются бизнесмены, да, деньги любят тишину, они сидят в тишине, договариваются, и кто-то чего-то у кого-то покупает, кто-то что-то строит и так далее. Политический торг происходит на глазах у всего мира, у всей широкой общественности. И это, по-любому, конечно, спектакль. И ведь речь идет не в том, что... не в том, особенно, если мы берем Украину, да, чтобы кто-то кому-то что-то продал, а чтобы договориться, как вместе дальше будем дербанить деньги. Советские деньги закончились, российские деньги заканчиваются, американские должны скоро появиться, вот вы еще какие-то, да. Как будем вместе воровать эти деньги? Вот о чем торг-то. Вот, да, вот в этой связи, Евгений Георгиевич, как вы считаете, на чем в итоге сторговались? Поделили конкретные доли, поделили бизнес, да, поделили территории, да, ну, если говорить о ключевых персонажах, на которых настаивал Гройсман? Ну, я думаю, я бы не переоценивал, во-первых, всю эту торговлю, потому что для нас эта торговля принципиального значения не имеет. Разрешение на смену правительства Порошенко получил в Соединенных Штатах, для этого он слетал на ядерный саммит, там его достаточно холодно приняли, но разрешили еще попрезидентствовать и подобрать своего премьера. Ну, а будет у них там министр образования, не знаю, Пупышко или Ярышко, а какая нам разница-то, я не понимаю этого. Но они спорят между собой. Ну, нет, я вам прямо на вскидку сходу расскажу, да, в чем может быть разница. Да, вот там больше ненависти к России, меньше ненависти к России в школах. Да, все просто. Как раз пост министра образования, мне кажется, ключевым в этой ситуации, между прочим. Да, никакого значения распределение постов и личностей для нас не имеет вообще никакого. И если вы думаете... Да, и если вы думаете, что придет какой-то хороший министр, который будет хорошо к нам относиться, вы глубоко ошибаетесь. Во-первых, этих министров мы все здесь видели до самого последнего времени. С кем водку пили, с кем горилку, с кем, значит, чай, кофе, на Олимпиаду ходили. Я лично с некоторыми из них знаком. И они все прекрасно, ну, так вот, к нам относятся. Они, когда... Ничего личного, только бизнес. Они имеют дачи, дома. Они имеют дачи, дома, бизнес в России. Но, когда доходят до денежек и своих постов, они все становятся нашими врагами. И я вам хочу сказать, что самый хороший... Кто у нас был? Кучма был самый хороший для России. Он больше всех сделал вреда против России. Он стабильно направил Украину на Запад. Он уничтожил пророссийские организации. Ющенко просто мелочь рядом с ним. Он прорвался и ничего не удержал. Янукович нам был хороший. Кто нам был хороший? Что хорошего для нас сделал Янукович? Не, не то, чтобы мы по кому-то тосковали, Юрий Георгиевич. Тимошенко, у которой было больше всего риторики против России, подписала самый выгодный газовый контракт для России. Поэтому для нас никакого значения не имеет, кто у них будет слева сидеть, кто справа. Был у нас великий баснопис, он сказал. А вы, друзья, как ни садитесь, все музыканты не годитесь. Хорошо, но это ваша точка зрения. А я хотела бы сейчас поинтересоваться, что думают украинцы. С нами на связи Елена Петровна Маркосян, член общественного движения «Украинский выбор». Елена Петровна, слышите ли вы нас? Слышу прекрасно. Да, Елена Петровна, а что вы скажете? Есть ли разница между бывшим правительством и, так сказать, настоящим, которое вот-вот начнет работать? Розницы нет. И не могло быть. Я еще, когда шли переговоры, сказала, посмотрите, кого не трогают. Кого из министров не трогают. И, ну, обратите внимание, Министерство информации. Больше будет любви к России или меньше будет любви к России? Вообще вопроса нет, потому что у нас нет журналистики как таковой, и не осталось. У нас есть пропаганда, и она очень целенаправленная. И те, кто отвечают за проведение вот проамериканской, про западной политики и жесточайшей цензуры, они все остались у власти. И что будет там делать министр образования и здравоохранения, это совершенно не важно. Поэтому это правительство не изменит отношение к России. А значит, и не изменит ничего в экономике. Самой Украины. Да, самой Украины, а ведь это главное. Хотя, вот видите, правительство поделилось на две футбольные команды. 11 осталось старых, 11 осталось новых. Я напоминаю нашим зрителям, что вы можете высказываться в нашем медиа-центре, оставлять свои сообщения, соображения. Для вас работают мои коллеги Ирина Петрова, Виктор Черногус. Да, Инна, добрый день. Добрый день. Да, коллеги, проанализировала публикации мировых СМИ относительно новостей из Украины. Должен сказать, что общий тон абсолютно однозначен. Никакого оптимизма за рубежом по поводу перестановок в Кабинете министров не испытывают. От переменами от слагаемых суммы не меняется общий тон публикаций. Вот типичная цитация из редакционной статьи Deutsche Welle Немецкой волны. Спустя два года после демократической революции на Майдане на Украину вернулись прежние непрозрачные схемы. Политические программы играют второстепенную роль. Главное – сила и должность. Широкая правящая коалиция из нескольких партий «Зеркало надежд общества на европейскую Украину» развалилась. Кумовство и закулисные игры с участием олигархов празднуют революции. И при этом отмечается, что сам господин Гройсман плотно интегрирован в украинскую элиту, значит реформ от него ждать не приходится. Многие задаются ключевым вопросом. А на самом деле, может быть, стоит стране сменить президента? Вот одна короткая цитата из Foreign Policy. Да, Инна, простите, минуту возьму. Коротко хотела бы представить реакцию зрителей. Вот что уже пишут люди. Ну, во-первых, они считают, что в данном случае Украине уже ничего не поможет. Поменяли шило на мыло. И с чего вдруг вы взяли, что новое правительство лучше старого? Быстро попилят и убегут. Почти ж ничего не осталось. Ну и, кстати, еще непонятно, что дольше задержатся правительство Украины или государство Украины. Сравнивают Украину наши зрители с вечным двигателем. Главное успеть свалить все неудачи и долги на прошлое правительства. Ну а так, может, и задержатся на пару кредитов МВФ. Ну и немного прогнозируют и задают вопросы. По сравнению с Яценюком, Гройсман еще больший калиф на час. И ему отведено еще меньше. Может, год? Ну и последние десятилетиями украинцы вплетали свое производство в российскую экономику и зарабатывали. А за два года разнесли это в пух и прах. И они до сих пор считают, что могут без России. И готовы до сих пор слушать басни про ЕС. Ну, как уже было сказано Евгению Георгиевичу, все покрыло. Ну и можно завершить фразой «Свадьба в Малиновке, значит, будут грабить». Это зрители пишут. Да, спасибо большое. Но мы же действительно наблюдаем за реакцией западных экспертов, политологов, средств массовой информации на то, что происходит. С нами на связи Стефан Эберт, как раз эксперты Соединенных Штатов. Стефан, слышите ли вы нас достаточно хорошо? Да, да, вполне хорошо. Да, Стефан, вы следите за нашим разговором. Вы тоже пессимистичны в отношении перспектив нового украинского правительства? Да, очень. Ничего не меняется, по-моему. Но мы можем со всей уверенностью сказать, что хотя кое-какие там гости говорят, что мы, может быть, не совсем знаем Грайсмана, но мы знаем, что это человек Порошенко. И мы знаем, что хотя раньше вот Ятинюк, это он должен был стать примером, потому что мы сказали вначале, вот наша дама говорит, что это наш человек, это он должен, ну, хотя бы быть правительством. Хорошо, но, по-моему, он оказался, извините за выражение, ну, как бы подопытным кроликом. Так игра слот немножко, так что мы думали, что хорошо, вот этот человек очень подходит. Получается, через, ну, два-три года не очень-то, да, своими воинственными настроениями. А как я слышу Грайсмана, знаю, ну, мы знаем, Ятинюк долго уходит, уходил, долго. Мучительно, я бы даже сказала, уходил. Да, да, спасибо большое. Да, мы еще не так много, не так хорошо знаем все-таки персонажей нового украинского правительства, поэтому продолжим разбираться, какие олигархи пришли к власти, какие герои Майдана добрались-таки, наконец, до вершин украинской власти. Продолжим обсуждать сразу после рекламы, не переключайтесь, мы только начали. По вере открытой студии мы сегодня обсуждаем новый украинский кабинет министров, но, надо сказать, что функционал не очевиден. Министр оккупированной территории, министр кабинета министров. Чем будут заниматься эти люди? Но на вопрос, кто вы, мистер Гройсман, искала ответ Юлия Сифиринкина, давайте посмотрим ее досье. Владимира Гройсмана никогда не видели на Майдане. Он не делал громких заявлений, не жег покрышки и не воевал с властью. И кто бы мог подумать, что мэр Винницы, минуя мутную революционную волну, так быстро окажется в кресле сначала вице-премьера, потом спикера Рады и, наконец, станет вторым человеком в государстве. Его карьера кажется удивительной. С 16 лет генеральный директор целого ряда коммерческих фирм. В 24 депутат Винницкого горсовета. В 27 уже самый молодой мэр в стране. Неужели Гройсман обладает такими недюжинными управленческими талантами? И кто их мог разглядеть в человеке, не имевшем на тот момент даже высшего образования? Ответ кажется простым. Гройсман уже давно и плотно знаком с Петром Порошенко. Где и когда олигарх приметил юное дарование, история умалчивает. Но известно, что Винница – это давняя водчина клана Порошенко. Собственный бизнес они развивали там еще с 90-х годов. Достаточно вспомнить конфетную компанию «Рошен», основанную именно там. На посту винницкого городоначальника Гройсман отметился целым рядом коррупционных скандалов, связанных с приватизацией городского рынка и строительством торгового комплекса. В 2012-м семья Гройсмана взяла кредит почти в 11 миллионов долларов. Налоги не заплатила, а часть денег, что называется, освоила. Проще говоря, положила в свой карман. Винницкие журналисты уверены, что скандал помог замять Порошенко, а потом и потащил за собой покорять Киев. Кажется, Гройсман равно Порошенко – это общее место. Но вот у меня, знаете, какой вопрос. Мы уверены, что он согласится продолжать работать в тени президента? И есть ли, например, сферы, в которых он готов ему не просто противостоять, он готов конкурировать с Порошенко? Наверняка же есть. Да, Инна, я бы хотел сказать, что формирование этого правительства надо немножко посмотреть вперед. Порошенко – сбитый летчик или хромая утка, как угодно называть. Он президентом почти на 100% больше не будет. Люди хотят заявить о себе сейчас. И Гройсман, как мне кажется, пошел на правительство, как на стартовую площадку на предстоящих выборах президента. И ему есть с кем соперничать. Во-первых, Юлия Тимошенко мечтает стать президентом. Во-вторых, Арсений Яценюк. Для этого он из себя делал такого героя. А, кстати, тогда что мешало Юлии Порошенко включиться в гонку за кресло премьер-министра? А как она может включиться, когда у нее поддержки нет в парламенте? Она потихоньку заявляет, она снова критикует всех и набирает очки. Сейчас торг идет не за сиюминутное правительство. Торг идет о том, кто будет после Порошенко. Я думаю, у Гройсмана сейчас неплохая стартовая позиция. Можно действительно во всем обвинять Яценюка. И делая какие-то шаги, зарабатывать себе очки. Да, но это правительство называет еще правительство большой надеждой. Жители Украины очень многого ждут, что наконец состоится какой-то прорыв. А в чем Гройсман будет соперничать с президентом? Что будет у него отнимать? Я думаю, что Гройсман действительно молодой, амбициозный, энергичный политик. Ему только 38 лет. Посмотрите, это не так плохо на самом деле. Естественно, у него есть большие амбиции. И я думаю, что он уже сейчас несколько дистанцировался от Порошенко. То есть нельзя его воспринимать только лишь как тень Порошенко. И в этом отношении он, я думаю, будет и дальше энергичен. Другое дело, что его декларации очень часто звучат именно как декларации. Ну, действительно, у правительства только год ему дали на то, чтобы провести определенные реформы. И те, что были заявлены, на самом деле не очень-то реализуемы. Но, например, первое, о чем было заявлено, это о том, что на натовские стандарты переходят вооруженные силы Украины. Или, по крайней мере, собираются. Но, как я понимаю, это ведь сверхдорогостоящее занятие. И, кроме того, это очень времени очень много. Но они полагают, что это будет сделано на деньги НАТО. Ну, возможно, но НАТО тоже на лишних денег так особо нет. Хотя, конечно, это дальше заявление, так сказать, о намерениях. Это раз, а во-вторых, для НАТО это, в общем, серьезный ресурс. Это возможность увеличивать бюджеты Альянса. Да, это естественно. Другое дело, что это не так быстро делается и явно не в течение года. И это военная реформа, а что касается социально-экономического блока? Что касается социально-экономического блока, я хотел бы тоже обратить внимание, что здесь было много заявлений, в том числе и по поводу образования. Например, 12-летнее образование собираются вести, по поводу медицины, чтобы создавать такие базовые больницы, как я понимаю. То есть различные намерения очень хорошие. Но в самом общем виде. Ну, они вот, я это хотел бы сказать, что такое впечатление, что все-таки это как бы заявление о намерениях, которое писалось на коленке. То есть надо было срочно, чтобы его депутаты утвердили. А депутатам деваться тоже было некуда, потому что у них рейтинги очень низкие. И они очень не торопятся, чтобы их отправили всех в отставку. Я так понимаю, еще не посчитали, насколько это подняло их рейтинг. Я обращаюсь... Такое скороспешное принятие решений. Я обращаюсь к коллегам в медиа-центр. Они наверняка нам добавят сейчас информацию. Да, вы знаете, я, возможно, поспорил бы с тем, что Гройсман имеет возможность начать какую-то самостоятельную игру. Слишком давно и прочно он знаком господина Порошенко. Еще в начале 2000-х они вместе обеспечивали выборы. Тогда был президентом еще Виктор Ющенко. Помогали, отвечали за результат Винницы. Кроме того, именно при мэре Гройсмане Порошенко получил по цене в три раза меньше землю под строительство завода «Рошен», который сейчас является головным предприятием. Это бизнес-интерес. Во-вторых, у Гройсмана нет своей партии. Ему не на кого опереться в политическом смысле. Хотя, да, трех человек он провел в правительство. Но они отвечают за чрезвычайную ситуацию, социальную политику. Один министр без конкретного списка обязанностей, господин Саенко. Все ключевые министерства по-прежнему принадлежат соратникам Ильи Цинюка или господина Порошенко. И так же, как обсуждается в кулуарах украинской власти, в частности, об этом рассказывал буквально на днях депутат Лещенко, на самом деле контролировать это правительство будут олигархы, господа Ахметов и Коломойский. Потому что именно благодаря с их помощи вообще удалось собрать необходимые голоса для назначения Гройсмана. Без этого коалиция насчитывала бы всего 206 человек. Это то, на что может рассчитывать Порошенко и, соответственно, Яценюк. А значит, теперь олигархи будут просить плату за свои услуги. Речь идет уже о изменении тарифов на тепловую генерацию. Да, но в этой связи, кстати, вопрос, а кто будет контролировать Верховную Раду? Да, еще один персонаж украинской политики Андрей Порубий. Во время Евромайдана он занимал почетный пост коменданта Майдана. Именно по его инициативе была создана самооборона Майдана, которая впоследствии стала костяком обороны митингующих. Но не обошлось без скандалов, о которых напомнит нам Юлия Сеферинкина. Родившийся на западе Украины Андрей Порубий не просто гордится своими профашистскими взглядами. Именно они и помогли ему сделать карьеру внезалежной. Еще в конце 80-х он создал националистическую молодежную организацию и провел первые на Украине пикеты. Силовые методы, радикальные идеи, противозаконная деятельность. Однажды, встав на эти рельсы, нынешний председатель Верховной Рады, похоже, уже никогда с них не сойдет. Казалось бы, такой послужной список должен закрыть путь на государственную службу. Но Порубий очень быстро становится сначала депутатом, а потом заместителем главы Львовского областного совета. Неудивительно, что во время Оранжевой революции 2004-го он был комендантом так называемого Украинского дома, в котором находился штаб Виктора Ющенко. Попав, наконец, в Раду, Порубий остался верен себе. Пытаясь сорвать заседание, на котором ратифицировали соглашение о пребывании Черноморского флота России на Украине, он закидал спикера парламента яйцами и поджег несколько дымовых шашек. Впрочем, депутатской неприкосновенности почему-то так и не лишился. Звездный час Порубия пришел вместе с Евромайданом. Он тут же обзавелся статусом коменданта всего Майдана и возглавил отряды самообороны. Правда, борьба за идею оказалась с воровским привкусом. Соратники обвинили Порубия в присвоении денег. Стоит ли говорить, что и это обвинение так и повисло в воздухе? Точно так же, как и обвинение в расстреле в спины протестующих и бойцов Беркута в конце февраля 2014 года. Все эти заслуги, по логике, должны были уничтожить политика Порубия. Но на Украине свои перевернутые с ног на голову законы. Он, как будто в благодарность, становится секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны, а теперь и спикером Верховной Рады. И это несмотря на две судимости, справку об умственной отсталости из психдиспансера, выданную ему еще в 1971 году, и сомнительных родственников. Его двоюродный брат Ярослав – лидер самой жестокой львовской ОПГ-морды. А родная сестра во время госслужбы попалась на взятки. Оба родственника Порубия должны были сесть в тюрьму. Но каким-то чудесным образом наказание избежали. Итак, набор, да, согласитесь, более чем впечатляющий. Еще бывший глава СБУ обвиняет Порубия в том, что он стоит за расстрелом Беркута. Да, значит, родственник, ну, жестокий бандит, сестра, ну, давайте так, взяточница, государственный чиновник. Объясните мне, пожалуйста, вот какую вещь. А чем такой человек, может быть, сегодня полезен украинской власти? Александр Борисович. Ну, чем, может быть, полезен псих со справкой? Ну, на самом деле, именно он, наверное, и должен олицетворять украинскую власть. Причем, мне, знаете, мне только что пришло в голову, что когда человек просто псих со справкой, это ладно. А то, что он умственно неполноценный, это Минздрав Украины. Я подчеркиваю, ту справку, которую вы сейчас видели, это справка, выданная ему Минздравом Украины. А что опасно? Что такой человек, который открыто проповедует практически фашистские взгляды, националистические взгляды, склонный к терроризму, чего он доказывал собственными действиями. Его же нельзя судить, ему же ничего не будет, он же псих, у него справка есть, понимаете? Это удобно. Это очень опасно. Да, да, это на самом деле действительно очень удобно. Так что его бросят в прорыв, его бросят на то, значит, не знаю, там, подписывать какие-нибудь чудовищные законы, потом скажут, что он невменяемый, вот, значит, у него была справка. Так их же спросят, вы же знали, почему не привели медосвидетельствование? Ну, как это работает? Елена Петровна, что говорят на Украине, собственно, о личности Порубия и его новой должности? Я не буду это повторять, потому что это просто неприлично. Приличных слов в адресе я не слышала. Эксперты об этом давно уже не говорят, потому что это смешно. Ну, и потом это абсолютно полностью характеризует ту власть, которая сейчас у нас есть. Потому что, знаете, есть такая украинская поговорка, я как Раина, так и теракт. Это был такой анекдот в свое время, когда кукурузник упал в стоксины. Вот, поэтому, если в такой стране такая власть, она берет в свое окружение, в свою команду тех, кого она считает достойной. Если она достойна этого, значит, она этого достойна. Причем уже к народу Украины это никакого отношения не имеет. Абсолютно никакого. Если вы посмотрите программу того же Кройсмана, то там вообще о народе слова нет. Там только те пункты, которые касаются самой власти и внутривластных разборов. Кому, чего, что, как и сколько. И это всегда было, это было. И это остается. И эта система сейчас просто поменяла человека. И я не была бы такой, знаете, наивной в отношении Порошенко и Кройсмана. И что, что касается Петра Алексеевича, его взглядом на следующий тур президентских выборов, то Кройсман очень, не просто на коротком поводке, а на очень коротком поводке. Потому что голосование по его кандидатуре на должность премьера было нарушение Конституции. И любое решение Конституционного суда может лишить его этой должности, сделать нелегитимным на этом посту. Поэтому Петр Алексеевич... Но заинтересован ли Петр Алексеевич еще в одном таком глобальном скандале? Понятно, что скелеты в шкафу есть у всех. Да, некоторых мы, даже мы знаем в лицо. Но понятно, что на очередной правительственный кризис в ближайшее время никто не пойдет. Меня что смущает, Порубий, вот человек с такой биографией, это третье лицо в государстве. Судя по тому, что Украина обещает и МВФ, и мировому сообществу побороть коррупцию, это значит, что Рада должна будет принимать антикоррупционные законы. Причем руками человека, который сам обвинялся в воровстве, и чья сестра была схвачена за руку на взятке. Про прочих родственников не говорю. Меня интересует прогноз. Евгений Георгиевич, что Вы скажете? Я считаю, что приход Порубия к легальной власти, а он третье лицо в государстве, это самый плохой признак того, что происходит на Украине. Это реальный приход к власти украинских фашистов. И не надо здесь себя успокаивать. И не надо нам обсуждать, кто там у нас министром образования будет, кто там премьером, у Гройсмана амбиции, не амбиции, о чем Вы говорите? Какие амбиции у Гройсмана? Порошенко, значит, ну давайте так откровенно говорить. Порошенко, Вайсман, Гройсман, значит, сейчас возвратятся, значит, есть минские соглашения будут выполнены, возвращаться на сельцев в Киев, и ни Порошенко, ни Гройсмана не будет. Они думают, они поделят оставшуюся собственность, приватизируют. Им это кажется. Придут голодные, значит, униженные поражением в борьбе на Донецке, эти украинские националисты, они скинут всех. Потому что ни Гройсман, ни Порошенко не способны выполнить обещание Майдана. Это ведь абсолютная правда. Ни Юценюк не может, это никто не может сделать. Их невозможно выполнить. И Европа уже сказала, ничего Вы не получите, Никогда Вы не будете Европой. Украина это не Европа. Украина не Россия, Украина не Европа. Украина это Украина. Ни Порошенко, ни Гройсман не пользуются популярностью в народе. Значит, не надо забывать об украинском национализме. И о ситуации, когда украинцы, их материальное положение уже резко ухудшилось в 2-3 раза. А будет дальше еще хуже. МВФ требует поднять тарифы на все услуги. МВФ требует еще больше реформ, которые придут к полному внещанию населения. Это толпу людей выведет на улицы. Кто там будет руководить? Что там будут? Тенчики руководить? Нет. Там будут руководить жесткие националисты. И у них появился лидер. Мы говорили, Тегнебок. Тегнебока нет. Юлия Тимошенко. Да, она что-то теперь значит. Но Гройсман, третий, извините, Порубий, третий лицо в государстве. Бандит с фашистскими взглядами. И со справкой. Человек, имеющий справку из психдиспансера. Это маленькая вот такая копия маленького Гитлера такое. Скоро он будет кричать нам что-то. А кстати... Я думаю, что нам нужно очень серьезно думать и предупредить европейских партнеров об опасности украинского фашизма. Он стоит уже сейчас рядом. Евгений Георгиевич, я бы не питала иллюзий. Я думаю, что западные партнеры Украины прекрасно осведомлены о статусе товарища Порубия, господина Порубия. Александр Борисович, а где все те герои Майдана, которые на своих плечах вынесли идею борьбы с коррупцией, идею построения нового государства, идею евроинтеграции? Их сейчас во власти незаметно. Я бы сказал, где. Но все-таки я буду брать пример Селена Косяна. Я слушал ее выступление, слушал, как она тактично ответила на ваши вопросы. И понял, что вообще, наверное, единственные приличные люди, которые остались в украинском политическом эстабушменте, это армяне. Спасибо ей большое за это, наши коллеги. И Ловаку, и не виду никого. И Тимошенко. Я не соглашусь с мэтром Тарло по поводу того, что Украина не Россия. Украина, конечно, Россия. И об этом писал мой замечательный прадед Николай Костомаров. Что Украина это Россия. И, к сожалению, украинцы, видимо, забыли эту его цитату. Поэтому портрет висит в украинском... Александр Борисович, они не забыли. Больше того, они сейчас пытаются убрать... Ну, это одна из инициатив, особенно Москаля. Убрать из официальных названий любое упоминание о России. Говорят, что Русь это вообще исконное украинское название Украины. Поэтому, в общем, как-то надо поделить. Ну, тогда я предлагаю просто Тараса Бульба просто как произведение, исключение школьной программы на Украине. Потому что они же там все русские, они за Русь воюют. Это уже иностранная литература. Вы не знаете, что ли? Гоголь это иностранец для украинской литературы. Так вот, а что касается всех этих людей майдановских, то этих людей просто обманули на самом деле. Понимаете, они обмануты, они надеялись. Ведь для них же Россия, для многих приличных людей на Украине, таких вот как-то, например, Лена, они не против России как таковой, а не против совка. Для них вот этот поход в Европу, о котором они мечтали, в который им заставили поверить вот эти майдановцы. За которые они жизнь заплатили. Это была такая мечта на то, что что-то хорошее возможно в жизни. А оно не случилось. Их обманули. И вот эта вот смена кабинета, которая сейчас произошла, она должна дать властям еще немножечко времени. Сейчас народ поверит. Народ будет еще чуть-чуть на что-то надеяться. И может быть, это даст им еще полгода, может быть еще год. Я уверен, что какие бы ни были договоренности, какие бы ни были амбиции, осенью, ближе к зиме, опять начнутся очень серьезные политические проблемы. А в чем я соглашусь с мэтром Торло? Это в том, что вот он говорит, что скоро будут кричать уже, что-то новые фюреры будут выкрикивать, да? Европе это не понравится. Жень, они уже выкрикивают. Вы не заметили, что вот это вот слава Украине, героям слава, это подозрительно что-то напоминает нам всем, правда? Да, я к Стефану Эйберту хочу вернуться. Я тут с такой уверенностью, правда, бросила, что западные партнеры Украины прекрасно осведомлены о статусе господина Порубия. А правда, на Западе знают о том, насколько яркая он личность? И многогранная? И профашистски настроенная? Ну, конечно, представители верхушки, скажем так, они лично знают, что это за человек. Все мы видели, как он провожал его ребят из гостиницы тогда. Так что все наверху знают. Американский народ, ну, ему пофигу, если честно. Ну, я думаю, что они вообще не очень сосредоточены на Украине, поэтому да. Да, но в последние времена все меньше и меньше, да. Хотя я думаю, что сама по себе картинка их могла бы заинтересовать. Но заметьте, да, что это правительство пришло на смену правительству так называемых технократов, на которые возлагалось огромное количество надежд. Точно так же, как на нынешние. Куда они делись, почему их сменили, об этом продолжим говорить сразу после рекламы. Не переключайтесь. Поверья открытая студия, мы сегодня обсуждаем новое правительство Украины и подсчитываем украинские политические потери. Буквально перед рекламой мы заговорили о том, что потеряли тех героев Майдана, которые на своих плечах вытащили, вынесли все надежды на новую лучшую жизнь. Обращаюсь к коллегам в медиа-центр, им есть что добавить. Да, вы знаете, в общей сложности после Майдана, скажем так, во власть были имплементированы с десяток человек. Они все получили фактически посты депутатов от разных партий. И вот по итогам этих уже фактически полутора-двух лет, можно сказать, что никто из них в конструктивных предложениях, в конструктивной работе отмечен не был. Драки, скандалы, обвинения в подкупе. Все это фактически можно применить каждому из тех, кто когда-то выступал за революцию. Но вот в частности уже есть первый обвиняемый, это господин Масийчук, который когда-то на постмайданной волне был выпущен из тюрьмы, стал депутатом. В итоге был пойман на взятки в 349 тысяч гривен. Он обещал помочь с добычей песка в одном из карьеров. И, кстати говоря, Масийчук тогда же в разговоре с оперативниками сказал, что депутатский запрос у постмайданных депутатов стоит 15 тысяч долларов. Но что интересно, сейчас Масийчук на свободе и по-прежнему заседает в Раде. Соратница его, госпожа Черновол, которая когда-то наиболее неутомимо боролась с коррупционером Януковичем, замечена в различных эпатажных выходках, а также в том, что декларация о ее доходах не соответствует ее образу жизни. Почему-то у всех тех, кто когда-то выходил на площади, неожиданно появились новые квартиры, машины и так далее. Что же касается министров, которых лишилось правительство Украины, то, конечно, наиболее значимые тут три человека. Это так называемые министры иностранцы, о которых когда-то так много говорилось, которые должны были стать технократами, воплощающие в жизни реформы. Главной среди них была Анталия Ересько, теперь уже бывший министр финансов. Еще в марте этого года она сказала, что готова отглавить правительство, но оказалась не нужна. Сейчас она в Вашингтоне, на родине, оттуда дает Советы украинским властям. В частности, последнее выступление. Следующая Украина должна неукоснительно выполнять программу МВФ и жить по средствам. Остальные два министра, это грузина Квиташвили и Прибалта Брамяевич, уже достаточно давно покинули свои должности, в принципе, ничем серьезным не отметившись. Блумберг подводит итог их работы. Как вместе, так и порознь, они не сумели изменить прогнившую постсоветскую систему и узнали на личном опыте, что Украина это страна, где политический бюрократический эстеблишмент делает так, что иностранцы выглядят глупцами и не имеют шансов осуществить реформы. Вот такие кадровые. В общем, иностранцы несут репутационные потери, другими словами. Но тем не менее, смотрите. Я хотел бы прокомментировать то, что сказал Ерейско, если можно. Да, Александр Борисович. Вы знаете, очень забавно, когда они такие вещи говорят, по-моему, даже не слышат сами себя. Поэтому мы-то их можем точно не слушать. Госпожа Ерейско сказала, сидя в Вашингтоне, что она за то, чтобы Украина неукоснительно соблюдала, значит, порядки МВФ и следовала рекомендациям. Значит, главное, за что сейчас борется МВФ, что он категорически отказывается давать новые кредиты Греции и Португалии, пока Греция с Португалией не расплатились со старыми долгами. Украина хочет ровно этого. Она хочет, чтобы ей дали новый кредит. Пока она не расплодилась со старыми. Со старыми, понимаете? Я уж про наши 3 миллиарда я не говорю. Они уже заявили о том, что они его никогда не... Нет, Александр Борисович, а что она должна еще сказать? Ну, давайте поставьте себя на ее место. А что она еще должна сказать? Да, что Украине можно не выполнять распоряжение МВФ. Возможно, это уникальный случай в мировой политике. Теоретически Ерейско должна была сказать то, что всегда говорят украинцы, что для Украины нужно сделать исключение. Потому что Украина такая уникальная страна. Потому что если не Украина, то злобная Россия, значит, съест ее и возьмется за вас. Поэтому хрен с ней с Грецией, с Португалией, а нам давайте еще денег. Нет, ну это теперь не ее партия. Она, так сказать, отряхнула прах со своих ног. Поэтому теперь может говорить то, что правильно говорить, а не то, что от нее ожидают, так сказать, коллеги по кабинету министров. Но меня вот что интересует. Когда Гройсман, значит, так сложно принимал решение возглавить кабинет министров, он угрожал тем, что сменят его полностью. Тем не менее, получилась ситуация, да, 11 на 11. Его заставили часть министров оставить. Или он сам не захотел, потому что они, так сказать, прекрасные работники. Да? Может быть, это вообще игра была какая-то? Вы знаете, я думаю, что здесь 50 на 50. Да, разумеется, это была игра для того, чтобы избирателям показать, как он борется за их интересы. Но да, это и был реальный торг внутри, аккуратненький за право зарабатывать больше. Понимаете? И половину уступил. Ну, не половину, но... Половину. 11 на 11. Подождите, 11 на 11 нам предъявили, а как там на самом деле обстоит, мы не знаем. Но самое главное, что я хотел сказать, мне кажется, мы вот сейчас несколько погрязли в частностях и не смотрим на общую ситуацию на Украине. Ведь вся история постсоветской Украины — это борьба олигархических кланов за право грабить именно им и желательно монопольно. И в зависимости от того, как складываются силы, происходит то, что вроде бы называют революцией. Хотя на самом деле революция — это, будем говорить так, системное изменение общественного и политического строя, поэтому на Балдане даже с точки зрения терминологии был банальный переворот. Поэтому, если мы встанем на эту точку зрения, то все прогнозы, в принципе, давайте достаточно просто. Будут ли реформы? Будут. В том случае, если эти реформы приведут к перераспределению финансовых потопков в пользу правильных парней, либо на освоении денег, выделенных на реформу, можно заработать. А мы этих парней знаем? А там все. Дело в том, что у них каждый из своих считают правильных, они разные. Вот кто победил, тот и правильный. Вопрос с отношением к России. Если на усиление ненависти к России можно будет получить денег больше, она усилится. Если денег дадут больше за то, что начнем потихонечку восстанавливать отношения, значит, будем восстанавливать. На самом деле, вся украинская политика сводится к одной простой вещи. Ничего личного, только бизнес. Кто должен подать этот сигнал? Ну, я думаю, что действительно сейчас идет шел торг между различными олигархическими группировками, прежде всего. Но что касается России, то Россия очень удобная как бы мишень, на которую можно, так сказать, на Россию сваливать все проблемы. Что вот приходится воевать в Донбассе и так далее. Нет, конечно, если бы России не было, ее пришлось бы выдумать Выдумать за украинскому правительству, кто-то должен нести ответственность. Дело в том, что большая часть украинского общества у нее две болезни. Первая болезнь во всех проблемах Украины, виноват кто-то другой. Ну, вот удобно, как говорят, Россия и Путин. Это не уникальная болезнь? Нет, конечно. А вторая болезнь, это убежденность, что эти проблемы Украины решит кто-то снаружи. Кто-то даст денег, кто-то войдет в положение, вот кто-то счастливый с идеями вроде нового Гройсмана. Ведь у людей, которые вошли в правительство Гройсмана, у многих одно достоинство. Они молодые. Вот у Гройсмана какие достоинства? Образования нет, опыт сомнительный. Он молодой. Всех других называют. Вот они молодые. Зато, между прочим, он не замешан. Вот как раз Гройсман, по-моему, не замешан в коррупционных скандалах. Пока за него не взялась пресса, как следует. Может быть. Вот сейчас, извините, собираются утверждать нового генерального прокурора Юрия Луценко. Чем знаменит пьяным дебошем во франкфурском, по-моему, аэропорту, знает ли западная общественность, кто будет там. Какое вы право. Я бы хотела дать возможность нашим зрителям задать свои вопросы, если они есть. Поэтому, пожалуйста, помогите мне. Здравствуйте. Меня зовут Максим. У меня такой вопрос. По результатам голосования за новое правительство Украины проголосовало чуть больше количества депутатов. Так сказать. Почему? Ну, перевес небольшой. Да, совсем маленький. Почему так мало? Я бы хотел сказать, что кроме двух коалиций, Арсения Яценюка и Порошенко, кроме того, удалось переманить депутатов небольших фракций и независимых депутатов. Ну, это уже индивидуально, я думаю. А, в ответ. То есть, вот такая кропотливая, скурпулезная работа с каждым из тех, кто может принести свой голос. Финансовая. Финансовая. Хорошо, да. Еще вопросы. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Татьяна, факультет международных отношений с ПБГУ. Скажите, пожалуйста, СМИ сообщают, что у нового министра финансов Украины есть две фирмы в Лондоне по управлению недвижимостью. А что же тогда с идеей правительства без коррупции? Эта задача больше не ставится? Да, я даже не знаю, у кого есть ответ на это вопрос. Вы знаете, ответ очень простой. Вы знаете, после Панамы Гейта выяснилось, что подавляющее у большинства мировых лидеров. И украинская коррупция будет в Лондоне, а у них все будет честно в их правительстве. А, то есть, это очистка рядов такая. Это вопрос выучит как риторический. Всю грязь в Лондон. Всю грязь, да. Главное, чтобы в Лондоне об этом знали, мне кажется, в МВФ. Слушайте, а вот еще есть версия, что Гройсман таки получит карт-бланш на проведение более радикальных реформ? Насколько ресурс-то есть на более радикальные либеральные реформы? Это вы нас спрашиваете? Ну да, и вас, Лидия Георгиевича. Я вам скажу только одно. Реформы, значит, реформы никогда в жизни, ни в одной стране мира, никогда в истории реформы не были совместны с войной, с гражданской войной. Правительство Гройсмана продолжает вести гражданскую войну против собственного народа. И какие бы он там все 17 пунктов ни написал, кстати, окончание войны не на первом месте у него. Так вот, пока они не закончат воевать, ни о каких реформах речи быть не может. Это ребенку понятно. Ну, о чем вы говорите? Ну, вот сейчас они подготовят инструкторов натовских, да, отправят на Донбасс. Я, во-первых, хотел бы поддержать полностью Александра в том плане, что проведение позитивных реформ в стране, которая охвачена войной, гражданской войной, невозможно. И Порошенко, которому нужно проводить какие-то хотя бы реформы, даже приватизацию, которую он хочет проводить, проводить ее во время войны чрезвычайно сложно. Какие вообще реформы? Вы знаете, мне кажется, реформаторы у нас, особенно когда они из океана нам говорят, они вообще плохо понимают, о каких идет речь о реформах. Просто вот снова реформы, 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 реформы. Евгений Ильич, я вам возражу. Я возражу. Гройсман, между прочим, известен как такой убежденный сторонник рыночных отношений, так сказать, напротив противник уж сильно социального государства. Он, в общем, рассчитывает на то, что как раз будет правильно поделить все, что осталось от Украины и ее промышленности и ресурсов. И тут-то, собственно, все заработает. Еще раз я говорю, что за словом реформа мы не видим никакого позитивного содержания. Поделить оставшееся – это не реформа, это воровство. И эти, те, которые на Украине работают, очень похожи на Чубайса, Гайдара, вот те, что делали все. Это очень похоже. Но это не реформа, это не приведет к развитию экономики. Никак не может провести. Это дележка между своими. К чему это приведет, эта дележка? К обнищанию народа и к тому, что те, которые будут обделены, а нацисты будут наверняка обделены, они пойдут с оружием отнимать у тех, кто прихватил. Вот что такое реформа в Украине. Поэтому, да, а я вам прямо добавлю, Евгений Георгиевич, прямо вот добавлю в вашу копилку. Дмитрий Ярш, да, так сказать, известный своими взглядами националистическими политик, сделал неожиданное заявление. Он сказал, что до конца 2016 года Украина развалится. Насколько он прав? Поговорим сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Открытая студия» мы обсуждаем сегодня перспективы нового кабинета министров Украины. Другими словами, задаемся вопросом, кто правит Украиной. Неожиданное заявление сделал бывший лидер запрещенного в России правого сектора Дмитрий Ярш, который сказал, что Украина развалится до конца текущего 2016 года. Елена Петровна, есть какие-то внешние силы, которые заинтересованы в том, чтобы это произошло? Елена Петровна, вы нас слышите? Ну нет, внутренних сейчас больше. Как раз внешних... Да, я слышу вас. Вы меня слышите? Да, да, да. Да, слышу. Я думаю, что внутренних сил сейчас, кстати говоря, больше, потому что развал Украины будет означать акцию в своей правоприятии. Плохая связь, да. Слушайте, но вместе с тем есть Польша, которая давно и не стесняясь претендует на западные украинские территории. Поэтому да, есть внутренние процессы объективные, но говорить о том, что внешних нет. Вы нам махните в каком-то... Я полагаю, что Украина не распадется. И как бы ни мечтала Польша об этом, Польша помнит о том, что к ней тоже присоединилась часть Германии. И если вот с этих позиций начинать Львов наш, то тогда чай в Вильнюс, Польша надо и Вильнюс назад просить и так далее. Это процесс необратимый. Но польско-литовское, так сказать, княжество восстанавливать, по-моему, не собирались. Я все-таки убежден во внутренних силах украинского народа. Они не дадут развалиться стране. А Ярош, конечно, он должен пугать. Он же говорит о новом Майдане, о том, что идеалы Майдана попраны. И все, о чем мы с вами обсуждали, о некомпетентности власти, о коррупции, националисты тоже используют. Да, но тем не менее, да, и Венгрия, между прочим, вносит свою лепту. Ну, Венгрия она и раньше вносила, и когда Чехию делили. Я в данном случае... Но, между прочим, венгры, все, которые, так сказать, жили в районе Мукачева, почти все, они, в общем, уехали в Венгрию именно потому, что находиться в режиме постоянного столкновения с украинским населением было невозможно. Все правильно, да. Просто я согласен совершенно с Юрием Мельчем, что, конечно, Украина не развалится хотя бы по той причине, что внешние силы не дадут развалиться. Потому что вот такую полномасштабную гражданскую войну иметь в центре Европы никому не нужно. Но вот заявление Яруша меня очень здорово настораживает. Почему? Потому что, естественно, мы все помним признаки революционной ситуации. Понятно, что дальнейшее обнищание населения неизбежно, вполне возможно, приведет к бунтам. А вот дальше возникает вопрос. Кто народные восстания возглавит? Мы не забываем, что Компартия на Украине запрещена. Поэтому вполне возможно, точно так же, как в Германии 30-е, придет Эрнст Трем со своими штурмовиками, роль которого выполнит Яруш. И вот это уже будет достаточно тяжело для всех. Но Павелева поруби. Что, чем вам приходить? С другой стороны, да. Я полагаю, что действительно Украина не развалится. Согласен с предшествующими ораторами. Дело в том, что действительно для этого таких вот прямых, так сказать, причин, чтобы вот немедленно Украина развалилась, нет. Но в то же время мы должны помнить, что и два года назад тоже ведь и даже у нас СМИ и политологи некоторые предрекали, что вот Украина и зиму не переживет, а вот уже два года живет. Нет, понятно, что, так сказать, да, мы транслируем в том числе и свои пожелания и намерения, потому что нам тоже не хотелось, чтобы Украина развалилась и потеряла свою территориальную целостность. Стефан, скажите, пожалуйста, а Соединенным Штатам, на ваш взгляд, что удобнее? Украина, так сказать, в своем, так сказать, полном составе или раздробленная, раздербаненная? Уж простите мне этот русский сленг, чтобы кусками было проще управлять? Да, ну, опять наверху, скорее всего, хотят, чтобы Украина осталась такой же. А вот это их мнение, потому что в таком положении это еще, это в дальнейшем будет орудие или оружие против России. А в моем понимании, вот мир на Украине не будет пока развалиться, это такое слово, да, это очень ужасное слово, а, скажем так, разделиться в моем мнении, в моем понимании, как Чехословакия. А, по-моему, пока не поздно, чтобы устроить мягкую посадку, так сказать, чтобы хорошо, вот это никогда не получится, не получится воспользоваться Украиной против России, и либо так будет там война на протяжении еще, ну, 10 или 15 лет, или пусть просто так, не знаю, условно, скажем, на Ново-Россию и Украину то, что останется. А наверху, конечно, это признание поражения. Да. Да, мягкая посадка, да, это хороший образ. Очень хорошо прозвучала фраза, что внешние силы не дадут России, Украине развалиться. Я должен вам сказать, что мы все знаем эту внешнюю силу, это внешняя сила Россия. Украина была, есть и будет частью России. Но Россия признает сегодня за украинцами право на самоопределение, право на независимость. Но так же, как мы не дали отдать... Александр Борисович, мы все-таки имеем в виду фигуру речи. Мы не дадим отдать Украину, Польше, Румынии, понимаете? Наша общая история. Но Россия не даст Украине развалиться. И украинцы об этом знают. И они прекрасно над честными референдумами точно так же проголосуют, как проголосовали жители Крыма. Я уверен в этом. Если до этого дойдет. Если позвольте, я не соглашусь со своим коллегой. Понимаете, мы можем очень много хотеть. Нам хочется, чтобы Украина была братской, дружеской. Чтобы, если она хочет, она вошла в состав России. Но не все зависит от нашего хотения. Как минимум, половина или треть населения. Во всяком случае, это миллионы человек, которые ненавидят Россию. Таких людей очень много на Украине. Точно так же, как миллионы людей, которые любят Россию, считают себя русскими и не видят никаких проблем. Вот она объективная реальность. Если мы будем забалтывать историческими параллелями, какими-то сказками из истории, ну, можно о чем уговорить. И Польша была частью России, и Финляндия была частью России. Ну и что? Давайте мы не будем фантазировать так далеко. Я думаю, что распад Украины – абсолютная реальность. И что ее сдерживает от распада? Только война на Востоке. Если не будет войны на Востоке, то центростремительные силы внутри Украины будут совершенно иными. И народ Украины сможет самоопределиться. А между украинцами существует больше противоречий между Россией и Украиной. Восточные украинцы ни язык не понимают западных, ни ментально не понимают западных и не признают это. Но ведь так было не всегда. Или всегда? Есть три части. Галиция бывшая, восточная Украина и Центр. В Центре чиновники, они хотят самостийности абсолютной. Запад, он с удовольствием присоединится к любой стране. К Польше, там есть разные же анклавы. У всех США, конечно, присоединиться. Они к Америке готовы улететь, присоединиться, на огородах работать и так далее. Восток всегда, во-первых, как бы исторически, это часть России, безусловно, Малороссия, безусловно. У нас один язык, одни герои, одна ментальность. И подавляющее большинство украинцев, проживающих на юге и на востоке Украины, они не видят никаких проблем воссоединения, например, с Россией. И вообще у нас исторический пример был. Но они не видят, тем не менее, этих проблем огромное количество. 50 лет назад Украина воссоединялась с Россией. Это было. И мы воссоединялись, и мы говорили, мы одно государство, мы русские. Но пока перспектива-то другая. Владимир Гройсман, еще будучи спикером Верховной Рады, неоднократно высказывался, как официальное лицо, за полный разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной. Сейчас он премьер-министр. Тогда, на ваш взгляд, каковы перспективы сохранения между нами хоть каких-то связей, пусть даже только дипломатических? Слушайте, а при чем здесь Гройсман, и кто он такой? У Гройсмана есть начальник. Формально Порошенко, фактически это посол США на Украине. С ним и надо разговаривать. Что нам разговаривать с Гройсманом? Гройсману надо, обращается, пускай пишет, просит и так далее. Они порвали с нами все связи. Ну, пусть, конечно, остаются у себя самостейными. Если что-то надо, пишите письма, обращайтесь в Газпром там. Если надо, будет с вами разговаривать, если нам это выгодно. А так у нас никаких просек Украины нет. Нам там ничего не надо. Пусть они к нам обращаются. Ну, кроме того, что там живут очень часто или не чужие люди, или родственники. С госпожой Меркель, господином Аландом. Это наши партнеры, которые для нас важны. А украинцы пусть между собой решат. Нам очень нужен мир на Украине. Как только будет мир, украинцы быстро решат порядок. Ни Гройсмана, ни Порошенко не будет. Я думаю, что и поруби куда-нибудь там, присоединиться к огородам где-нибудь в Польше. А в Польше быстро его в кутузку посадят. И не посмотрят на справки на все его. Там никто не будет смотреть. Я вас поняла, да. Елена Петровна к нам вернулась. Связь восстановилась. Елена Петровна, что вы скажете? Каковы перспективы вообще сохранения отношений между Россией и Украиной? По развалу пока связь есть. Вы должны понимать, друзья и коллеги, и всем, что Украина не хочет разваливаться. Да, мы разные, мы не понимаем восток, юг, центр. Но есть люди, которые заинтересованы в этом, потому что для них это бизнес-проект. Есть люди, которые заинтересованы в этом внутри страны, для нас Украина это больше, чем... Опять связь прервалась, да. В общем, если меня слышите, я вам скажу, что дело не в том, что сказал там Ярош и какие интересы кланов. Дело в том, что если Украина развалится, то не будет правоприемника, для которого вас требует как бы по долгам и за преступления. И в этом всегда будут заинтересованы люди. Есть такие люди, которые в этом реально заинтересованы. А то, что украинцы этого не хотят, это факт. Западу нужно за это время успеть и вообще многим внешним игрокам прибрать как можно больше собственности. Прежде всего, землю. А еще не прибрали? Еще не все прибрали? Еще земля, самый главный ресурс впереди земля. Вот пока землю не приберут, будут держать Украину единой. Но я думаю, что у Украины хватит сил. И у людей адекватных хватит сил это понять. Чтобы сохранить наши единства. Елена Петровна, а кто должен сейчас тогда встать? Я сказала про бизнес-проект. Вы знаете, кстати, нельзя забывать о том, что приобретать предприятие, банкротить и продавать по частям, это один из самых популярных бизнесов в Соединенных Штатах. Поэтому применить его к Украине можно точно так же. Мы уже видим, прибрали к рукам, практически обанкротили, и можно начать распродавать по частям. Я хочу понять, кто те люди, которые сейчас могут встать и противостоять этим процессам, не буду их перечислять, они есть сейчас на Украине? Их много на юго-востоке. Их очень много на юго-востоке страны. Во-первых, это сами украинцы, но они должны, значит, должно уйти это пугало России. А до тех пор, пока идет война на востоке, до тех пор Россия будет пугалом для большинства украинцев. Как только это уйдет, украинцы переменят свое мнение. Это первое. Второе. Давайте можем сколько угодно кричать олигархи, олигархи. Надо говорить об интересах. На сегодня в Раде не депутаты правят. Договариваться нужно с Ахметовым, Пинчуком, Фиртышем, Тарутой и так далее. Они реально управляют Радой. Они договариваются с Порошенко. А Порошенко ездит в Америку и получает согласие, не согласие на того или другого примера. Поэтому у нас есть свои интересы. И не нужно нам с ложенками туда ходить, а нужно договариваться. Есть олигархи, которые заинтересованы в сотрудничестве России. А, кстати, все олигархи, кроме Порошенко, стали в пять раз беднее. Все олигархи. Значит, ну, Коломойский пошел на большую кровь, и с ним нечего разговаривать. А с другими, я думаю, что нужно вести спокойные переговоры. Конечно, не на уровне правительства, а на уровне спецслужб, на уровне посольства. Нужно вести переговоры. И они будут работать на нас. Им выгодно сотрудничество с Россией. Они поняли, что ничего не получат в Америке, в Европе. Америка их бросит и сольет так же, как Яценюка, туда, куда слила. И они могут очень плохо кончить. А с националистами им делать нечего. Те только деньги просят. Им нужен мир. Олигархам нужен мир на Украине. Им невозможно, чтобы предприятия работали. Но, кстати, Евгений Юрьевич, Яценюк-то не так плохо и кончен. Объективно это наши сторонники. Судя по всему, это новый олигарх. Ну, как минимум. Не говоря уже о президентских амбициях. Яценюк. Яценюк, ну, он, конечно, олигарх, но малый олигарх. Да, он заработал где-то миллиард, но он так же быстро может его лишиться. Это не главная фигура. Главные фигуры гораздо более серьезные. Я называл вам их, и там другие есть. Они руководят и партиями, и президентами, и все остальное. Это некий результат согласования. Поэтому нам нужно искать, но не на политическом уровне, потому что не дело нашего правительства разговаривать с какими-то олигархами. Надо, чтобы наши спецслужбы работали нормально. Чтобы они проводили политику серьезную. Работали там. Посольство наше должно работать. Почему мы говорим, вот американские спецслужбы Майдан организовали. А наши где были? Наши что сидели? Почему в СБУ украинском там два этажа занимают спецслужбы американские? А наши где? Вот это нужно делать и все. Я вас поняла. Да, Евгений Ильич. А конфликт? Да. Да, но, так сказать, остается все равно, тем не менее, остается одна огромная проблема, да, за которой стоят тысячи человеческих жертв. Это Донбасс. После рекламы продолжим. В этом эфире «Открытая студия». Мы сегодня обсуждаем новое правительство на Украине. Рассуждаем, насколько оно способно разрешить старые проблемы. И войну, и сепаратизм, и еще, 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 еще. Обращаюсь к коллегам в медиа-центр. Да, коллеги, есть у нас уже мнение наших зрителей. Мы спрашивали, улучшит ли новое правительство Украины отношения с Россией. И вот результаты опроса. Да, улучшат 6%. Нет, не улучшат 94%. Так ответили те, кто голосовали на сайте. Видимо, они не оставляют Владимиру Гройсману никаких шансов. Ну, что сказать, неважные прогнозы сегодня, Инна, делают зрители для Украины. Утонет в болоте коррупции и нищеты. Через пару месяцев увидим, как очередная перемога обернется колоссальной изменой. Украине уже ничего не поможет, только отставка Порошенко и новая Рада. Ну, и создается ощущение, это Марк написал, что Украина пытается потушить горящий веник ведром бензина возле бочки с порохом. Ну, Инна, и вот реплика еще по поводу медицинских справок. Об этом сегодня было сказано. Вот, Александр нам позвонил, будет суд, и они все попадут в дурдом. Один в мятом костюме, другой галстук жует, а мир смотрит. У них справки-то выданы еще в Союзе, а советские врачи были грамотными. Ну, и у нас сегодня было очень много звонков. Я сейчас хочу, чтобы вы услышали один из них. Здравствуйте, это Александр из Подмосковья. Я, как подполковник в отставке, вообще считаю, что весь этот цирк на Украине надо посадить. Это я вот про это новое правительство, и вообще странных людей. У Украины есть только один шанс, если к власти придут консерваторы. Желательно, как в старое советское время, с советской закалкой. Там нужна жесткая диктатура, вести военную цензуру, чтобы украинские СМИ вообще не промывали мозги нашим братьям-украинцам. Нужна полная национализация предприятий. А еще надо осудить пару-тройку олигархов от власти, чтобы другим неполадно было. Вот только тогда можно будет попытаться навести порядок. И реформы, и экономику на ноги поставить. Да, спасибо большое. Несколько неожиданный, я бы сказала, сценарий. А насколько он может быть полезен, я бы так спросила. Александр Борисович, что скажете? Ну, я помню, по-моему, в Венгрии в свое время была такая история, что для того, чтобы решить все проблемы, нужно на центральной площади повесить двух евреев и двух велосипедистов. И сразу все проблемы будут решены. А почему велосипедистов, знаете? Понимаете, это была такая серьезная шутка, которая говорит о том, что люди склонны находить главную проблему уличного движения в велосипедистах, а главную проблему экономики в том, что инородцы лучше соображают, чем ты. Вы знаете, нет, я думаю, что дело вот в чем. Если говорить серьезно, то Яценюк создал на Украине очень турбулентную социально-экономическую ситуацию, очень сложную, очень взрывоопасную. И главным образом тем, что то, по крайней мере, хрупкое какое-то равновесие, которое есть, оно держится на русофобии, на крайней русофобии. Народ начинает понимать, что это не работает, когда народ слышит заклинание Яценюка. Мы в этом году не купили ни одного кубометра газа у России, но понимая, что просто они теперь русский газ покупают через Европу на 20% дороже. И это не работает. Поэтому теперь Гройсману с Порошенко предстоит попытаться вместо русофобии предложить что-то другое. Вот судя по опросу наших зрителей, думаю, что не получится. Я с ними согласен, к сожалению. Я думаю, что очень опасный рецепт. Такой рецепт может реализовать только диктактор фашистского типа, который сможет отнять состояние у нескольких олигархов. Без большой крови это невозможно. И без разрушения промышленности. Расстрелять там несколько человек, ввести цензуру и так далее, также может только диктатор. Про российский диктатор на Украине не придет. Не надо думать, не надо строить иллюзии. Там нет таких сил. Прийти может только националистический диктатор с фашистскими наклонностями. Будет ли хорошо это для украинцев, для россиян и для Европы? Я думаю, это будет для всех плохо. Поэтому я бы от таких рецептов воздержался. Давайте двигаться в том направлении, в котором идет наш президент. А именно, выполнять минские соглашения. Но только не говори, что до тех пор, пока Россия не выполнит так. А нужно сказать, до тех пор, пока Соединенные Штаты Америки не выполнят минские соглашения, мира не будет там. Мир на Украине, в Донбассе, зависит от Соединенных Штатов Америки. Они должны приказать Порошенко, прекрати войну. У Порошенко очень сложная ситуация. Ему, с одной стороны, нужны реформы. С другой стороны, его власть держится до тех пор, пока идет война на Востоке. Потому что, как только война на Востоке прекратится, с него спросят. Придется решать проблемы мирной жизни. Ради чего мы выходили на Майдан, ради чего мы воевали и теряли жизни. А сказать ему нечего. И нечего будет. Поэтому такая сложная ситуация. Я вас поняла. С ними мы не договоримся. С европейцами нужно работать. Поняла. Спасибо большое. Я бы сейчас задала тот же вопрос, на который отвечала наша телевизионная аудитория. Задавала бы вопрос в студии. Пожалуйста, возьмите пульты. Проголосуйте, ответив. Что вы думаете? Мы разговариваем, разговариваем, аргументы приводим. Улучшит ли новое правительство Украины ситуацию в взаимоотношениях с Россией? Да или нет? Подведем очень скоро итоги этого вашего голосования. А я бы попросила наших уважаемых гостей и экспертов дать, знаете, свое родное напутствие новым украинским властям и сделать прогнозы. Итак, что нас ждет в отношениях с Россией? Что нас всех ждет в отношении Донбасса? Ну и в отношении самой экономики Украины, которая сейчас находится под большой угрозой действительно нового передела. Я полагаю, что ничего хорошего там ждать не приходится. Но и резкого ухудшения ситуации тоже не произойдет. Что касается отношений с Россией, то они будут по-прежнему плохими. И тут тоже ничего не поменяется. А в отношении Донбасса будет по-прежнему проводиться вот это АТО, то есть антитеррористическая операция. Будут также гибнуть люди. То есть и Россия должна приложить максимум усилий для того, чтобы защитить интересы населения Донбасса. Ну насколько да, это хорошо все. Я согласен с коллегой, поэтому это повторять не буду. К украинскому правительству у меня пожеланий нет, кроме известного чемодана, аэропорта, где там у них историческая родина, в Вашингтоне или так далее. У меня пожелание к украинскому народу, чтобы он понял. До тех пор, пока реальной власти в государстве обладают олигархи, как не тасуй персоны в правительстве, как не перемешивай кланы, положение народа все равно будет ухудшаться. И до тех пор, пока не будет приведена, я бы так сказал, диалегархизация страны Украины, добра у них там не будет. Игорь Ильич. К сожалению, прогноз по всем трем вопросам пессимистический. А надежда в одном, что все-таки на Украине найдется политик, способный, как когда-то Шарль Деголь, прекративший войну в Алжире, поставивший на кон свою репутацию, но добившийся того, что примирение наступило. Вот такой выход на Украине я только вижу. Политик не диктатор, а политик, способный обществу предложить непопулярные, но меры, которые установят мир. Стефан Эвит, что скажете? Ну, в общем, это мои пожелания всем сторонам. Дело в том, что, как я вижу, это, извините, издалека, но я вижу часто, что наступают на те же грабли, когда говорят, что вот братский народ, как мы видим, не все там считают, что это братский народ. Так что пусть народ там скажет, да, я, значит, принадлежу к русскому миру и хочу с ними жить. Или нет, я полностью не согласен, и пусть я проживаю в Европе. Вот это единственный выход, по-моему, из положения. Я вас понимаю, спасибо. Евгений Георгиевич, что-то добавите к тому, что вы уже сказали? Ну, вы понимаете, то, что сказал Стефан, это призыв к разделу Украины. О том, что мы русские и мы хотим жить в России, сказали 7 миллионов жителей Донбасса. 7 миллионов человек. И только несколько процентов были против. 7 миллионов человек сказали. Их начали убивать. Я вас уверяю, если бы провести сейчас, пусть Америка проведет выборы, пусть Америка проведет на юго-восток, юго-восток Украины вопрос, вопрос, где вы хотите жить? Они скажут, не в русском мире, они скажут, мы хотим жить в России. А Европа сказала, мы не хотим брать Украину. Уже сказано. Хотите, американцы, заберите Украину. Берите, но вы же не возьмете. Ее кормить надо. Я поняла. Спасибо, Александр Борисович. Закончите, пожалуйста. Я хотел бы напомнить о том, что на том самом знаменитом референдуме о сохранении Советского Союза подавляющее большинство украинцев высказалось «за». Причем у них процент был выше даже, чем в России. Я хотел бы напомнить украинцам, что на их властях, а тем более на их американских покровителях, свет клином не сошелся. Что рядом с 40 миллионами украинцев живет почти 150 миллионов русских, которые знают, что они братья. И мы их не оставим. Поэтому пусть они всегда знают, что они всегда найдут поддержку у своих соседей. Спасибо большое. Давайте посмотрим, как проголосовала студия. Итак, изменится ли отношение с Россией с приходом нового правительства. Ну, вот 71% пессимистов. Я надеюсь, что мы все... Как я надеюсь, что мы все ошибаемся. Это была открытая студия.